Мы встретились с потомками Горина, известного изобретателя, в историко-мемориальном центре музея Ивана Александровича Гончарова. Анатолий Борисович Соболев – сын самой младшей дочери Горина, 12-го ребенка изобретателя, Натальи Ефимовны. Ее семья долгое время жила под одной крышей с Ефимом Евграфовичем. Он жил в отдельной комнате. Иногда, когда я уже был школьником, он звал меня к себе, открывал Евангелие на ощупь, на какой-то странице, называл номер псалма и просил меня его прочитать. После службы в армии Анатолий Борисович поступил в МГТО имени Баумана, а потом 23 года проработал в оборонной промышленности, занимался проектированием заводов. Интересно, что в 70-е годы Анатолий Борисович напросился в командировку в Ульяновск вместе с коллегами и заходил в дом-музей Гончарова. Тогда ему посчастливилось познакомиться с большой экспозицией, посвященной его деду. Правнук Горина Глеб Анатолевич Соболев хорошо помнит однокомнатную хрущевку, заставленную книгами, в которой жили бабушка Наталья Ефимовна и дед Борис Яковлевич Соболев. Я помню хорошо бабушку Наталью Ефимовну, но тоже как-то почему-то, в общем, я знал, что там прадед-изобретатель, но как-то это не очень обсуждалось. Знав, что она для нее какие-то чертежи делала, есть даже какие-то чертежные приборы, с которыми она работала. Интерес Горина проснулся достаточно поздно, и информации какое-то время вообще не было, потом как-то она стала появляться в интернете. По словам Глеба Анатольевича, как такового семейного архива Гориных нет. Сохранилась одна виньетка-фотокарточка, фотография Евграфа Федоровича, отца известного изобретателя. Также есть снимок, где Ефим Евграфович со своей женой и ее родственниками. Копии этих фото потомки Горина привезли с собой. Сотрудники музея, в свою очередь, показали потомкам изобретателя интересные экспонаты. Большой интерес представляет самодельный альбом за 1927 год, подаренный Горину в день его 50-летия. В нем собраны статьи из газет, рассказывающие об изобретателе и его открытиях, его напечатанные в газетах стихи и фото. Среди них есть и документы, например, разрешение, которое позволяло Горину работать столяром. Он мог открыть и свою столярную мастерскую, но поскольку он был из бедной семьи, из крестьянской, он был наемным рабочим в столярную мастерскую, но вот имея такое дозволение. Здесь же есть заявочное свидетельство или другими словами патент от 26 июня 1921 года, который свидетельствует о новом изобретении Горина, способе электрической передачи видения на расстоянии с помощью сложного проволочного кабеля. Это был первый шаг к стереоскопическому телевизору. Потомки Горина были в Ульяновске два дня, но обещали, что обязательно приедут еще, чтобы более полно познакомиться с прошлым своего знаменитого предка. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ.